Что же дает нам такая рука? Угобный захват. Угобный захват. Кстати, я говорил вам, по-моему, кроме приматов, у кого еще хватательные конечники? У Еновых. У Еновых. Про это запомнили. Значит, русское название. Кстати, а где Еновых? В Тайдин. В лесах, это классно. В лесах Антарктиды. Или в лесах Центральной Австралии. В Снежных лесах. В лесах Центральной Австралии. Еноты, это американские звери. Американские. В Евразию их завозили для акклиматизации. Они неплохо акклиматизировались во многих местах. Но в своем происхождении это американцы. Русское название Енок какое? Двойное название. Енок по лавкин. А почему он так называет? У нас кальточка. Да. Любой пищевой объект. Прежде чем потащить в рот. Этот геенически образованный зверек. Сначала будет внимательно ополаскивать в воде. Да. Чем действительно внимательно это делал. Значит, на самом деле срабатывает реприкторная программа. И бывают такие грустные картинки. Даешь какому-нибудь полудитому енот, который не боится людей, берет из рук кусок печенья. Яблок, ладно, кусок печенья. И что он начинает все делать? Полоскать. Он начинает полоскать. И в результате через некоторое время обшит полный. Потому что в нем все просто раскисло и располосится. Так что считать это какой-то осознанной деятельностью для очистки продуктов не стоит. Реприкторная программа это все-таки немножко другое, чем наше с вами рациональное поведение. Но количество вполне все хватательное. Хвататься умеет. Манипулировать самыми разными предметами умеет. Ну и что дает манипуляцию? Хорошо, хватаем мы предметы. И что с этого? Держать можно. Держать можно. Ребята, вам никогда не приходило в голову, что именно благодаря этой особенности нашей мы с вами здесь и сидим. И можем разговаривать, понимая друг друга. Сидим мы не на сугробе, в голом кухне, а сидим мы, во-первых, в одежде. Во-вторых, мы с вами сидим в теплом помещении, которое построено людьми. Пишем слова на определенном языке. Вот эти все наши особенности. Называется это культурное багаж человечества. Откуда он взялся? Почему остальных животных его уже так нет? Да. Классно. А остальные не позволяют? А других у меня результат точно нравится. Ну, вот в лесах. Бомб был тот же самый, там и одна белка. Там кошка. Разница. Да, пожалуйста. В принципе, вы совершенно в верном русле находитесь. Вы просто пока не сказали самое главное слово. Да? Слово орудия наверняка слышали. А теперь, а кто может попробовать дать определение орудия? А что вообще называется, и почему столько вообще всякой разных, разных споров именно вокруг орудия? Может быть, это какое-то приспособление, которое позволяет делать какую-то работу легче, чем до этого? Ага, вы это через простоту занятие. На самом деле, все значительно круче. Это любой внешний объект, не являющийся частью тела, так, что у вас у всех есть части тела, да? Лука, нога, лук, нос и так далее. Так, вот любой внешний объект, не являющийся частью тела, использованный для достижения определенной цели животного. Вот скажите, когда собака роет нору, она использует орудия или нет? Нет. Нет, она использует части тела. Это понятно? Да. Хорошо. Когда обезьяна колет орех камнями, она использует орудия? Да. Да. Когда птицы строят гнездо, она использует орудия? Нет. Вот, ребята, ущитрый случай. Значит, случай, когда для достижения цели, а цель там в случае размножения. Гнездо будет служить для достижения нормального размножения. Согласны? Да. Можно ли гнездо назвать оружием? Да. Да. Не совсем. Вот варианты таких конструкций, которые фиксированы на местности, они немобильны, будут называться сооружениями. То есть мы с вами за счет хвата орудий можем отлично создавать не только орудия, но и сооружения. Спасибо.